здравствуйте друзья здесь демитков юрий вчера у меня не выдержали нервы вы знаете что срочный рынок это в общем-то требует выдержки внимания и всего прочего и нервы иногда бывают на пределе потому что ну особенно сейчас когда кругом такая ситуация кризис все рушится все падает и ну когда-то давно уже кажется давно ну где-то в конце февраля 25 февраля я решил что я пойду к вершине и вершина казалась такой близкой она вот прямо манила и ну это было легко вот же очевидно что все упадет и надо просто вот построить такую стратегию которая рассчитана на падение рынка и всего и я пошел вверх в гору я начал подниматься и это было очень легко на самом деле очень легко и свободно то есть мне ничего не тянуло вниз у меня были резервы в запасе я думал что все будет хорошо и я просто поднимался и все и ну вершина я достиг достаточно быстро это было там сто там тысяч двести тысяч это это было здорово на самом деле и достаточно легко и кажется ну вот только дождаться экспирации все и все и вот все у тебя но вы знаете что 5 марта произошло событие которое в корне повернула вообще все и и ситуация резко изменилась и когда я забрался вот на эту вершину оказалось что это всего лишь просто холм холм какой-то и все и вершина то намного выше и надо взбираться дальше и я решил идти вверх я решил идти я продолжил движение вверх сначала было ну более-менее легко оказалось что вот я достигну всего я доберусь до этой самой вершины я шел вверх но по мере восхождения становилось все сложнее и сложнее и у меня уже были на исходе резервы мне пришлось их задействовать я вводил дополнительные ресурсы которые у меня были к счастью в запасе но я их вел для того чтобы избавиться от лишнего балласта я это сделал но риск увеличился и я продолжил восхождение потому что казалось что все будет идти дальше по намеченному пути и и вот посмотрите я шел вот в этом направлении вот вверх видите вот промежуточная вершина вот она я дальше продолжаю идти иду вверх и и кажется что все хорошо потом резко вверх я взобрался туда и продолжил идти и продолжил идти но вот я шел достаточно долго и упорно взбирался и вот вчера вот примерно вот в этом месте что произошло ну вчера был четверг полнолуния полнолуния сегодня пятница тринадцатая как-то все зловеще и это пятница вы понимаете пятница это страшный день потому что на фондовом рынке может произойти все что угодно рынке падают они ну когда-то же могут прекратить падать что произойдет я не знаю потому что я смотрел трамп созвал заседание банкиры я не исключаю что в пятницу вечером просто соберут внеочередное снова заседание фрс и примут какое-то решение о том что ставку обвалят и и так далее и вот все мое восхождение вверх она может обернуться чем тем что я начну скатываться вниз это очень легко с другой стороны есть центробанк россии который тоже наверняка почти может ну собраться и понизить ставку там выбросить кучу валюты на рынок для того чтобы снизить все это это ну моя вершина называется ртс на самом деле и очень обидно падать с такой вершины понимаете когда уже добрался и уже достиг вроде вершина вот ну в районе миллиона где-то и даже больше по оценкам но пока еще не известно известно будет только 19 марта и в общем нервы на пределе пятница 13 еще есть один момент в пятницу мне надо ехать в москву я вернусь поздно я не смогу сидеть постоянно за компьютером я не знаю что будет в пятницу но поздно вечером очень вероятно что что-то может произойти потому что рынки уже упали на 30 процентов и что-то будет исправить это ну достаточно сложно и есть большая вероятность того что я начну сваливаться вниз у меня есть вот только одна вот эта вот позиция вот она видите 40 опционов пут купленные со страйком сто сорок пять тысяч только они и гонят меня сюда вверх вот на самом деле если их отключить то посмотрите вот как я покачусь дальше но но их бы зафиксировать но но это невозможно их уже не продать понимаете sty 15 пустой стакан пустой и надо продать хочется продать но их никто не купит они уже никому не нужны ну то есть не то что никому не нужны просто там такая цена что их никто не купит я пытался но это невозможно и И вчера еще... Да, сейчас во вторник было очень мощное движение рынка. Вот я могу вам показать сейчас. Вот оно. Посмотрите, вот он вторник. Нет, вторник... Вторник был раньше. Сейчас, секундочку. Вот он, обвал. И очень многие люди потерпели фиаско. Они сорвались с вершины и упали. Но я удержался, я шел вверх. И вчера у меня не выдержали нервы. Вчера у меня не выдержали нервы, я решил остановиться и сойти. Бог с ней, с вершиной. Возможно, я ее не достиг, а может быть и достиг. Я не знаю, где она, потому что она далеко, в тумане. Может быть, она рядом совсем, а может быть еще далеко. Есть вероятность, что она далеко. Но я решил сойти. И вот моя дельта. Смотрите, минус 20, понимаете? Ну, это очень опасно. Даже вот здесь, если на красную черту посмотреть, минус 22. Ну, это запредельная дельта. И, конечно же, ну, с такой дельтой катиться со скоростью минус 22, это, ну, серьезно на самом деле. Поэтому я решил сойти. И вот то, что я сделал. Я купил 20 фьючерсов. Я зафиксировал. Все. То есть, как бы далеко не ушел вниз индекс, мне уже все равно. Пусть идут другие. Без меня. Я остался здесь. Если пойдет откат, то меня это вынесет еще немножечко вверх. На дату экспирации, до которой уже совсем недалеко. Это 19 число. Сегодня 13 пятница и 14-15 выходные. А дальше 16, 17, 18. Ну, в среду уже будет все более-менее ясно. А 19 будет итог. Какой он будет? Останусь я здесь, вот сюда. Я не знаю. Возможно, будет немножечко вот здесь. Ну, это 103 тысячи. Ну, может быть, выше. Я не знаю. Мне уже все равно. Я вышел из игры, можно сказать. То есть, я зафиксировал вот то, что я остаюсь здесь, на лагере. Может быть, это последний лагерь. Ну, вот я сказал, что дальше я вверх не пойду. Ну, если меня вынесет сюда, то да, хорошо. Ну, в общем, нет. И вот, посмотрите, что я сделал. Я... Вот они. 20 фьючерсов. Дальше я буду управлять позицией при помощи фьючерсов. Это называется дельта-динамическое хеджирование. Я буду следить, чтобы моя дельта была в пределах. То есть, она должна быть равна нулю в идеале. Тогда я останусь на вершине. Но сейчас вот она, она может быть положительная. И у меня есть запас прочности до курсов 105 тысяч по индексу РТС. Ну, в принципе, это не так плохо. Вот она, вот. Вот он курс. Он совсем рядом. Он вполне возможен. Но если превысит, я могу просто докупить фьючерсы и все. Это не трудно будет, потому что, ну, инструмент ликвидный и все хорошо. Ну, 105 тысяч – это нормально. И, ну, в принципе, от 105 тысяч я начну скатываться, конечно же, вниз. Где они, 105 тысяч? Ну, еще не начну. Вот. Поэтому все не так плохо. Но надо же когда-то остановиться. Нервы не выдержали. Я не знаю. Вчера мне звонил человек, вот, у которого произошел маржин колл. И ему надо было выговориться. Это тяжело, я знаю. Я знаю, как это тяжело. Ну, вот такая ситуация, когда видишь, что у человека беда и не знаешь, чем помочь. Я не знаю, чем ему помочь. Я решил, что надо остановиться. Если вы поняли, о чем я говорю. Да, вот, посмотрите. Вот ситуация показывает, что, кажется, я был прав. Потому что вчера еще продолжилось движение вниз, но потом пошло вверх. И вот, видите, да? Здесь, кажется, я был прав. Кажется, это вершина. Ну и хорошо. Если вы поняли, о чем, спасибо за внимание. Оставайтесь на моем канале, и 19 числа будет ясно уже, была эта вершина или нет, насколько верно было мое решение и результаты. 19 число экспирация, которая решает все. Ну и тогда я уже буду решать, куда я пойду дальше. Наверное, я уже возьму небольшой тайм-аут и заберу отсюда деньги и переложу их, судя по всему, в ноты. Потому что, ну, пусть они будут помедленнее, но от греха подальше. Это дело такое. Надеюсь, вы поняли, о чем я говорил. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Оставайтесь на моем канале. 19-го все будет известно. Я думаю, что 18-го и 19-го будет очень интересно. Я 19-го буду вести в прямом эфире, наверное, то, что произойдет. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Продолжение следует...